Вставка формы на блок. То есть мы создали, проверили, вносятся, соответственно, изменения, уведомления есть, теперь нам нужно это вставить на блок, создать страницу и вставить на блок. Итак, снова мы в сервисе контактная форма, точнее формы Google, и посмотрите, с правой стороны наверху у нас всегда есть там кнопка «Отправить». То есть вы создаете форму, настраиваете ее, и всегда вот есть кнопка «Отправить». Нажимаем на эту кнопку, когда у вас форма уже готова, всплывает окно, и посмотрите, здесь у нас есть ссылка для совместного доступа, ссылка на форму. Вы можете ее отправить в Google, Facebook, Twitter, если отметите короткий URL, то будет сокращенная ссылочка, не такая большая, и вот поделиться. Также вы можете отправить эту ссылку по почте, то есть если укажете какие-то e-mail. Но нас это не очень волнует, да, это как бы вы можете использовать. Нас интересует код для вставки. Для вставки на блок мы используем именно код, не ссылку. Кто был на предыдущих занятиях, вы знаете, да, что есть возможность в WordPress вставлять ссылки с YouTube, с Vimeo и других сервисов, которые подключены по технологии O&B. Когда мы берем только ссылку, и у нас появляется, допустим, видео с YouTube. Здесь, ну, это говорит о том, что WordPress работает с этими сервисами. WordPress не работает с сервисом Google Документы, поэтому ссылки здесь недостаточно. Нужен именно код, вставка кода. Для этого нажимаем на кнопку «Встроить», да, «Встроить», и у нас появляется поле с настройками. Поле с настройками. Ну, первое поле – это, собственно, сам код. Внизу у нас указана ширина и высота. Здесь вы указываете произвольно. Если для шаблона AB Inspiration вы вставляете на страницу с боковой колонкой, то не больше 650 пикселей в ширину, иначе у вас форма вылезет на боковую колонку. Если вы выбираете шаблон без боковой колонки, в шаблоне AB Inspiration это есть, то вы можете выбрать ширину, допустим, ну, 900, даже 60 пикселей, да, будет на всю ширину. Высота подгоняете в зависимости от того, насколько у вас большая форма. Здесь вы можете ее регулировать. Все, после того, как вы настроили ширину и высоту, копируете код, который образовался вверху, и нажимаете кнопку «Готово». Дальше. Дальше идем на блок. Заходим в админку под своим логином и паролем. Дальше переходим в раздел «Страницы» «Добавить новую». Вы помните, да, в прошлом занятии мы создавали запись. Ну, контактную форму обычно создают именно на странице. Если интересно узнать, чем отличается запись от страницы, и вы не были на одном из предыдущих занятий, то посмотрите, в записи есть, чем отличается страница от записи. Контактную форму, информацию об авторе, о компании и так далее мы размещаем именно на страницах. Это статическая информация, которая не меняется и не обновляется. Итак, нажимаем «Страницы» «Добавить новую». Дальше в заголовке пишем «Контакты». Дальше в редакторе по цифркой 3 переходим, переключаемся в режим «Текст». Еще раз напомню, да, что если визуально, то мы не можем вставить код. Он просто не вставится. Если вы в режиме визуально вставите вот этот код, то на вашей странице отобразится код вместо формы. Чтобы у вас отобразилась форма вместо кода, вам нужно перейти в режим «Текст». Это, ну, как бы то же самое, что HTML, просто здесь написано «Текст». Итак, переходим в режим «Текст», вставляем код и нажимаем «Опубликовать». Ну, или «Сохранить», да, если у вас еще страница не готова. Итак, смотрим, что у нас получилось. Вот такая у нас страничка. Посмотрите, вот с правой стороны у меня такая серая полоса. Это ползунок. Это значит, что у меня форма не влезла целиком и требуется прокрутка. Это как раз вот к слову о том, что высота слишком маленькая, да, поэтому ползунок появился. Достаточно просто в коде. Давайте я переключусь на предыдущую страничку. Ну, вот, кому видно, может быть, мелко, конечно. Посмотрите, вот красным выделено код, считаем строчки. Первая строчка, вторая и третья строчка. Третья. Где написано «Width» равно 640, «Hide» равно 500. Это как раз показатели ширины и высоты. И вот, допустим, если высота у нас недостаточная и требуется ползунок, чтобы увидеть всю форму, мы просто ее увеличиваем. Вместо 500, допустим, напишите там 600, да, или там 550, ну, в зависимости от того, поиграетесь. Если ширина слишком широкая и выходит за рамки в правую сторону форма, то, соответственно, тоже ее уменьшаем. Таким образом, вы можете, не обращаясь снова к сервису, здесь подкорректировать эти данные. Width – это ширина, height – это высота. Итак, идем дальше.